Джон, опорожнить инвентеку Это самая идиотская куча бесполезного мусора, какую я когда-либо видела. Зачем ты подбирал этот хлам? Камни, грибы, ботинки. Гокподи, Джон! Гокподи? Да, Гокподи! Откуда ты знаешь про Гокпода? Ты хоть знаешь, что это? Да понятия не имею. Это что-то из того, о чём по каким-то причинам непрерывно трендитеразе. Да странно возразительно. Что это? Какая-то человеческая глупость? Нет, ну в некотором смысле. Неправильное произношение обращения к одному взрослому бородатому мужчине, который знал колдунство. Скука. Эх, фиг с ним. Джон! Это что там, лягушка? Ээээ, да и вправду. Как ты умудрился получить лягушку к этому времени? Не знаю. Я нашёл её и решил копчелагировать по каким-то причинам. Лягушки довольно крутые. По-моему, ты ищу дьявольски рано в своей игре, чтобы находить лягушек. Ваш сеанс и в самом деле странный. Хммм, ну ладно. Очевидно, она считается незаконной контрабандой. С чего бы лягушке быть незаконной? Джон, завали хлебало, мы торопимся. Властная. Ладно. Думаю, я смогу создать тебе абсолютно шикарный прикид из того мусора и, может быть, ещё какого-нибудь хлама из твоего улья. Но ты должен делать именно то, что я скажу. Властная, 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 властная. Сила восьми. Как восемь бесконечностей. РЕЩЕ БЛИН! Тут девять восклицательных знаков. Ой. Джон, РЕЩЕ БЛИН! Итак, красные кроссовки, джинсы, футболка и рубашка поверх. Это и есть тот шикарный прикид, который ты выдумала? Да, разве он не офигенен? Довольно круто и всё такое. Я просто представлял себе нечто более замысловатое. Типа, более приключенческое. Да, ну на! Это реально шикарно смотрится на тебе, Джон. В ней ты в миллион раз круче, чем в каком-то наряде трусливой неуклюжей тряпки с копьё кинжалом. Чего? А теперь шевели с задницей! Пошёл, 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 пошёл! Ладно, господи. Джон, взлетай! Пчу! Хе-хе-хе, просто шучу! Пчу! О да! Ладно, Маркиза властные клыки Секреткина. Было очень весело, но теперь мне надо пойти и поговорить со своими приятелями, а ещё спасти Джейд. Да, я знаю, Валда. Я полностью контролирую твою линию времени, не забыл? А, да, конечно, как скажешь. Мы не будем говорить в течение некоторого времени, но для меня это будет всего лишь мгновение. Я не завидую бессеркетному похолоданию, которое ты скоро испытаешь на себе, Джон. Это очень жалко. Сколько оно продлится? Блин, да успокойся ты! Всего лишь пару часов или около того. Великий Гокпать, очевидно, я не слабо тебя привлекла, раз вызвала столь бурную одержимость. Ничего удивительного. Это просто бремя, которое входит в набор с такой дьявольской офигенностью. Но ты это довольно скоро сам поймёшь, Джон. Потому что я направила тебя на верный путь. Хе-хе-хе, наверное. Фаза 2 в моей программе начинается через некоторое время. Тем временем, постарайся не подцепить скверну от кого-нибудь лажавого. Особенно от кого-нибудь с коричневым или серым текстом. Или вообще с каким-нибудь дерьмовым цветом, если уж на то пошло. Ладно, попробую. Спасибо за помощь. Пока, мисс Серкет. Пока, Джон. Погоди. Джон кто? Андерсон. Ладно. До следующего раза, мистер Андерсон. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Паучья. Хватка. Прекратила. Тролить. Экто. Биолога. Джон. Достать серверного игрока, чьего-то серверного игрока. Экто. Биолог. Начал. Доставать. Винилового. Демиурга. Эй, Дэйв. Приф. Ух ты, давненько мы не говорили, верно? Разве? Думаю, в последний раз, когда я с тобой говорил, я сделал то же самое, что делаю сейчас, а именно взлетал со своего дома. Или нет? Фига, я даже не помню. Мужик, кого это волнует? В смысле, это шикарно и всё такое. Но я с тобой говорил достаточно много раз, с тех пор и до этого момента. Мне надо действовать быстро. О, ты имеешь в виду как тролли? Ты используешь эту межвременную чат-фиговину, которой пользуются тролли? Нет уж, бля, нахрен эту лажу с троллианом? Я пользуюсь старыми добрыми путешествиями во времени. Я из будущего. А, ладно. Это Дэйв Спрайт? Нет, просто обычный нормальный Дэйв из сраного будущего. Ничего особенного, чел. Ну, прошу прощения, но я всё равно считаю, что путешествие во времени это нечто особенное. Жаль слышать, что тебя эта офигенная хрень уже пересытила. Ладно, согласен, это офигенно, но я тут тороплюсь. В чём дело? Мне надо одолжить у тебя немного дар долларов. Дар долларов? Я думал, что они ничего не делают. Нет, они делают кое-что. Так что они делают? А что, по-твоему, они могут делать? На них покупают всякое, это же хреновые деньги. Что на них покупают? Я не могу ответить на все эти вопросы, чел. Ты сам в любом случае разберёшься. Хотя не то, чтобы тебе вообще нужны твои деньги. Так что, можешь просто отдать их мне? Ээээ, сколько тебе нужно? Всё, что у тебя есть. Эй, ну-ка нахрен это? Чел, ты только что говорил, что думал, что они бесполезные, чё ты так волнуешься? Но ты только что говорил, что они не бесполезные Я тебе верну их В самом деле? Когда? В будущем, если у меня и нет в чём-то недостатка, так это в долбанном будущем Насколько далеко из будущего ты вернулся? Я думал, у нас только около 24 часов до того, как настанет конец игре Ага, у нас есть только, но хронологически я уже набегал где-то в три раза больше Ух ты, как... я даже не понимаю, как это работает Неудивительно, твоя сила в ветре, а не во времени Тебе с этим легче А чем вообще думать с ветром? Типа, с какого угла дуть, чтобы поднять грёбанного воздушного змея Или насколько нежным его пустить, чтобы пикничок прошёл без помех Это детский лепет А вот время — это долбанный серьёзный бизнес Оставь его для настоящих пролоды Но разве возвращение назад во времени не создаёт альтернативной реальности? Я думал, это и случилось с Дэйв Спрайтом Он вернулся назад, чтобы удостовериться, что я не сдохну И теперь это абсолютно новая линия времени Ага, может быть и так, или не быть Я был очень осторожен Вся эта операция состоит из нанизанных друг на друга стабильных временных циклов Никаких походов в боковые линии времени Потому что тогда начинают помирать Дэйвы А от этого никому ничего хорошего не будет Дэйвы во множественном числе? Ага, по линии времени разгуливает целая компания Дэйвов Во блин Но это всё я В смысле, они станут мной, или я стану ими, так или иначе Так и работают стабильные временные циклы Это дерьмо требует большого количества планирования и точной хореографии Хотя мне немного помогли Помогли? Похоже, ты общался с троллями Ага Они, похоже, в последнее время становятся особенно говорливыми Чел, даже не заставляй меня начинать говорить об этом 24-часовая отметка до конца исхода Вроде как критическая отметка для нас Чтобы мы уже разобрались с этой троллью и лажей Наверное, когда начинает происходить особо большое количество дерьма Они решают, что настало самое подходящее время для того, чтобы повыпендриваться с нами Ага, ну это вполне логично Наверное, раз ты смог прожить три дня за один, тебя доставали гораздо больше Не знаю, чел, у меня такое чувство, что они все ко мне слетелись Я всё это время безостановочно отбивался от этих балбесов Как будто они прослышали, что кто-то тут раздаёт жопы И они не знали ничего, кроме многих лет нестерпимого голода по жопам Хе-хе-хе-хе Ну так на что похоже будущее? Или, эээ, трёхкратное будущее? Мы победили? А, ну знаешь, Нуар совсем сорвался с цепи Роуз как сумасшедшая, Джейд ещё более сумасшедшая А ты... ну ты это ты И вместе мы по самые шишки и прочие вторичные органы инопланетной анатомии В горячих сырых заморочках, при этом пытаясь родить план из наших пернатых задниц Словно свободно гулящие деревенские долботрясы Но я не собираюсь углубляться в подробности, потому что там и без этого всё сложно И если я начну слишком сильно разглагольствовать о будущем То начну звучать словно один из этих чопорных альтернианских говноедов А я не собираюсь грустить этими дебильными нравоучениями своего бро Так что я не буду отклоняться от темы И кстати говоря, гони свои бабки Но я с таким трудом копил эти деньги У меня теперь целый дарбакс О боже, только один? Ну бля, тогда не парься Я думаю, у тебя гораздо больше к этому времени А это так, карманная мелочь В смысле, я его всё равно заберу, но блин Скажи мне, что ты хочешь с ним сделать? Я тут разработал систему Использовал временные циклы для манипуляции финансовым сектором старта сферы Практически убивая фабзжиш Фабзиж? Фондовая бирза жиш Ээээ, зиш? Моя планета Земля жары и шестерни Чел, ну давай уже Ну знаешь, типа шестерёнки, лавы и всё такое Ага, хм Кучит не сильно приятно Ошибаешься, она жжёт Твоё неприятное рыло, вот что жжёт Или ничего подобного скорее Экберт, закрой хлебала И гони уже свой долбанный дарбакс Гок поди боже Я его превращу в Дердахреналион в течение часа и верну тебе лады Гок поди боб же Подозрительно щурит глаза Без комментариев Я даже не знаю, как его передать тебе Это же просто ещё одна странная игровая абстракция, как нам это проделать? Ты можешь слить его на мой аккаунт, я тебе пришлю приложение Я вообще-то весьма занят, знаешь ли, мне надо помочь Джейд Знаю, но на это уйдёт где-то две секунды Тьфу, ладно Чел, не надо делать эту в рискину фишку, лады? Она облажалась, мы об этом уже говорили Или будем говорить Чел? Неважно Ладно, приложение идёт Пора идти, до скорого Дейв Практически убить фондовую биржу землежара и шестерней Это идеальное преступление Дейв Получить передачу от Джона Похоже, Экберт вышел на связь Он сливает свой ничтожный дарбакс Это немного, но он немедленно отправляется в систему твоих афер с вложениями и быстро начинает приносить дивиденды Цены крепкие Ты отправил эту хрень на фидуциарную заморозку Экономика в твоих руках Дейв Ответить Эй, Дейв Большие новости Бриф Я уже достаточно денег набрал Конечно же достаточно Больше, чем ты вообще мог бы когда-либо на что-нибудь потратить Но это не те большие новости Ладно Я сделала тебе еще один комикс Бля, как раз вовремя Че ты так долго? Я недовольна намеком на то Что я работаю не настолько же неустанно ради тебя, как я работаю над произведением искусства Только потому, что ты часами не слышишь от меня ни слова Еще не значит, что я не пошу как раб, чтобы сделать тебя богатым В финансовом и художественном плане Просто у меня нет твоей роскоши растянутых временных рамок Мистер Три Дня За Один Лады, круто Дай заценить-то Если хоть что-то, с чем не в состоянии справиться человеческий крутой парень Я в этом сомневаюсь Черт, это опупенно Феномен крутого парня весьма любопытен, Дэйв Я его изучала Ты знаешь, что у нас на Альтерне нет крутых парней? Фига, ты серьезно? Это громкий шок, который ты только что учуяла, был ударом моей челюсти о пол Это правда Некоторые пытаются, наверное, даже не подозревая, к какому образцу они стремятся Это жалкое зрелище Но я думаю, что ты, наверное, наикрутейший из крутых парней, Дэйв Все эти остальные безрогие шлепки, скользящие на клавиатурах и вставляющих шлепки на поворотах, просто куча тупотылых долботрясов У них нет ничего, что они могли бы противопоставить одному истинному страйдеру Ага, в смысле, я в принципе не могу ни с чем из этого спорить Так мы закончили грести деньги или как? О, ну, я не знаю Технически мы могли бы закончить уже давно Ага, я так и понял Ну это же веселый способ немного скоротать твое оставшееся время, разве нет? Хе-хе-хе Я не жалуюсь, но ты говорила, что мы тут работали над чем-то конкретным В смысле, помимо скупки всех этих пакостных техник боя Да, ты прав и в том, и в другом И еще остались некоторые из них, которые ты не купил Это важно Мы должны поддерживать твое соперничество Джону Соперничество? Блин, не важно Что я делаю, я никак не вырвусь вперед Джона Не говори так Ты должен верить в себя, Дэйв Эй, будущее для нас вовсе не загадка Мы оба его видели Ну, я его видел Ты просто почуял его аромат Как голодный попрошайка, околачивающийся на другой стороне улицы от Оливгарден Только то, что грязным бродягам вход воспрещен Еще не означает, что чел не знает, что рядом готовят итальянскую еду Это гребаный факт не для его носа Не отклоняйся темы своими нахальными ремарками о земной итальянской еде Ну да Джон, может быть, и подал тебе твою собственную шишку на серебряном блюдочке до царапины Но насчет того, что будет потом Нам надо, чтобы ты держал темп Это классическое противостояние Земной человеческий крутой парень против земного человеческого ботана Кто же из них победит? Дэйв! 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 Ага, ладно Так чего еще мы тут добивались? Разве это не должно было уже перестать быть надоедливым секретом? Да, теперь самое время Ты должен слить свои дарт-доллары на мой аккаунт Ага, значит это была твоя игра С целью разбогатеть моими стараниями Да, но это на самом деле важно Критически важно для всех наших планов Хорошо, не то чтобы у меня вообще были какие-то проблемы с расставанием с частью бесполезного Нала Сколько тебе надо? 413 дарбандов И всего-то Я тебе могу слить больше, чем до хрена Давай я дам тебе целый дарбанк Нет, должна быть ровно такая сумма Ладно, просто чтобы удостовериться Это 413, а не А и Е Да, дурень Бли Что такого особенного с этим числом? Я его довольно часто встречаю Это числа слепых пророков И чего это значит? Не знаю Лады, офигенные А еще Ровно в конце этого разговора Ты должен отослать деньги на мой аккаунт ровно на 6 часов И 12 минут в прошлое Мое прошлое Относительно настоящего момента, когда я ей это пишу Хочешь сказать, что я могу сделать это? Тогда Чего мы просто не переслали деньги в мое прошлое Для того, чтобы начать эти проделки с вложениями Вместо того, чтобы устраивать эти прыжки во времени? Потому что В этом состоял план Нам надо придерживаться стабильных временных циклов, в которых мы присутствовали Ты знаешь Чтобы удостовериться, что все эти разгуливающие по округе Дэйвы вообще существовали Ах, да Я знал просто, иногда это раздражает Словно пространство парадоксов заставляет тебя все делать трудным способом Ага, можешь не рассказывать? Ну слушай, это же было весело, разве нет? Разумеется Нам нужно продолжать относиться ко времени аккуратно Если начнешь гнуть правила и срезать углы, то начнут накапливаться мертвые Дэйвы Мертвые Дэйвы – наш враг Как бы восхитительно не пахла их карамельно-красная кровь, разбрызганная повсюду Ага, это мне напомнило Я сделал для тебя комикс некоторое время назад Правда? Дэйв, этот комикс граничит с порнографией Ты реально ебанутый парень Ага, ладно, как скажешь, гребаный инопланетянина Он шикарен, обожаю А, ну круто Эй, Дарбонды уже летят Приготовься шесть часов назад Дэйв, быть девочкой-троллем Ты неожиданно становишься девочкой-троллем В другом игровом сеансе В прошлом Первый Понюхать в сторону Скайи Вы недавно отступили в пелену, чтобы спрятаться от таинственного демона Который, по-видимому, решительно настроен на ваше уничтожение Неожиданно никто ничего не понимает Делать-то особо-то и нечего, кроме как слонятся по лаборатории Пока остальные пререкаются друг с другом и ищут ответы Ты направляешь свой нос в сторону Скайи Она как, ммм, освежающая мятная точка на черном холсте медиума Однако, она уже очень далеко от метеора Трудно ловить ее четкий запах Друзи, установить нюхоскоп Ты применяешь свой верный нюхоскоп Предмет, который ты создала во время приключений Он так много раз оказывался полезен Друзи, нюхнуть Твой чувствительный нос проникает в глубины ароматосферы Эм, то есть в стратосферы И центрируется на знакомом медово-сладком запахе проспита Слава богу, там все еще безопасно Было бы ужасно, если бы демон... О, нет Ты ощущаешь волну звездообразного запаха взрыва Словно удар кислотного яблока по реллу Трудзи, вернуться к группе Ты полагаешь, что стоит рассказать об этом твоим сокомандникам? Возможно, даже потребуется написать меморандум Но сегодня будет мало причин для веселой суматохи в твоем городе вечеринок Сегодня очень грустный день Вы в куда более крупной беде, чем ты подозревала Совершенно неудивительно, ты возвращаешься в комнату, заполненную шумом и беспокойством На что этот парень смотрит? Вечно он смотрит, он такой странный А что она там делает с цепной пилой? Комнату наполняет богатый букет запахов шоколадной крови Цветы и угодники К этим психам даже на секунду спиной повернуться нельзя А вот и ваш отважный лидер валяется на полу без сознания Спит как куколка Тебе интересно, что же ему может сниться? Проспит потерянный, у него так и не было возможности пробудиться Бедняга Терози, сообщить новости подписчикам города вечеринок Очень важно держать в курсе событий твоих верных подписчиков в прошлом и будущем Это твой долг как администратора доски И тем не менее, трудно подобрать слова, чтобы донести до них новость В последнее время город вечеринок не знал ничего, кроме плохих новостей Терози, открыть меморандум Настоящая гильотиновый калибровщик прямо сейчас открыла меморандум на доске суматошный радужный город вечеринок Плохие новости, ребята Эммм Будущая гильотиновый калибровщик Три минуты спустя ответила на меморандум Терози, что-то назревает О? Да, тебе надо будет закончить этот меморандум побыстрее Короче, слушайте все Проспит только, что был разрушен Мне очень жаль сообщать об этом Так вот, что произошло Да, Таврос Ух ты, тебе потребовалось три часа, чтобы понять это Какого черта ты все это время делал? По большей части, привыкал к этим ногам Падал с лестницы и все такое Я более чем уверен, что предупреждал тебя о попытках передвигаться по лестницам во время настройки нового оборудования Будущая паучья хватка Три часа четырнадцать минут спустя Ответила на меморандум Да, ты говорил ему, бро Я отчетливо помню, что ты предупреждал его о лестницах Он не послушал Он никогда не слушает Никто из вас не слушает на самом деле И теперь все ваши дополнительные жизни Потеряны Что вы за компания лохов? Я пошла отсюда Будущая паучья хватка Западим саму себя Отвечать на меморандум Ну, не все вообще-то Насколько я знаю С на плечи Дерса в порядке Будущая паучья губая Пято Три часа Четырнадцать минут спустя Ответила на меморандум Ам... Не совсем Она намелкает на тот факт Что Дерс тоже был разморшен Я видела его во время своих снов Он его просто разнес Ам... Хм... Фефери тоже спала А теперь она не просыпается Меня это очень беспокоит Все, прошу вас Прошлой Терезе Сейчас надо позаботиться О кое-чем важном Так что, боюсь, я должна закрыть Этот меморандум Пожалуйста, посмотрите доскону Предмет будущих меморандумов Чтобы продолжить обсуждение Этой и других захватывающих тем Как всегда, было большим удовольствием Обеспечить ваши потребности В трансвременных дискуссиях здесь В самотошном радужном городе вечеринок Будущая паучья хватка Разбанила себя Отвечать на меморандум Вы все дураки! Заткнись нахрен! Будущая гильотиновый калибровщик Забанила Будущую паучью хватку Отвечать на меморандум Будущая Гильотиновый калибровщик Закрыла меморандум Терзи Подождать, пока не произойдет что-то важное По инструкции твоей будущей Тебя через три минуты Ты ждешь, пока что-нибудь не случится Тебе интересно, что вообще Такого может произойти в твоем будущем Через три минуты Что это заставит тебя Прервать меморандум Твоей прошлой Тебя и сказать ей Чтобы она подождала три минуты И ничего не делала Но задавалась вопросом Что вообще такого могло произойти В ее будущем Что это заставит Ух ты Кто-то только что прислал тебе немного денег Это странно Терзи Принять передачу 413 дарбаксов Это числа слепых пророков Может быть это знак Секретное послание Но от кого? Это бессмысленно Так, стоп Это не дарбаксы Некоторые числа слишком мутные Тебе надо взглянуть поближе Что, проще говоря, означает Лизнуть поближе Терзи Лизнуть экран 413 дарбонтов? Это абсурдно Огромное количество денег Терзи Посоветоваться с сетевым администратором Гильотиновый Калибровщик Начал отролить Двойной Армагеддон Солокс Мне надо, чтобы ты отследил перевод денег Тебе кто-то прислал денег? Да Зачем кому-то присылать тебе деньги? И в тех возможных времен Почему именно сейчас? Как будто бы мы вообще могли бы их использовать Кто этот придурок? Именно это я и хочу, чтобы ты выяснил Ладно Бам Готово Я, бля, просто непревзойденный Кто это? Кто-то в нашей вселенной А ты можешь сказать немного поточнее? Вселенные, знаешь, или большие? Кто-то с Альтернии? Не-не Я имел ввиду кто-то с нашей вселенной Той, что мы только что создали Ух ты уже? Быстро они? Мы же только что ее создали Ага, конечно Но мы находимся абсолютно вне их временной оболочки Не забыдвай Вся их история уже существует от начала до конца С нашей точки зрения Для нас их поток времени ничего не значит Так что нам ничего ждать не понадобится Все уже готово Ага, верно Но все равно кажется довольно странным 413 дворбондов? Фига Наверное, кто-то тут поигрался в граб Интересно Почему они послали нам денег? Может быть они знают, что мы их создали? Может быть это типа жеста благодварности? Типа спасибо чудваки, что сделали нас случиться Почему 413? Почему именно это число? Есть идеи? Это число слепых пророков Кроме этого ничего сказать не могу Ну, учитывая, что мы нихрена не знаем про этого парня Слепота выглядит вполне осмысленной идеей Что-то типа пожертвования вслепою И мы теперь чертовски богаты Так что, наверное, можно сказать Это число слепой прибыли Гррррр Значит, я так понимаю Они пришли от инопланетянина Ага Может нам стоит сказать Каркату? Когда он прочухается? Ээээ Эта фигня наверняка не настолько важна Чтобы беспокоить его Если он узнает Наверняка родит какой-нибудь дебильный Бессмысленный план И начнет меня задвалбывать Чтобы я проделал кучу унылой бесполезной работы Я бы его лучше оставил в покое Как он выглядит? Этот наш слепой донор Иди сюда Я открою его на окне просмотра Хорошо Два-двайка прольем Света на эту тайну Ха-ха-ха-ха-ха Это даже кламбура мне была балда Это была шутка Заткнись нафиг Кто этот придурок? Терози Осмотреть придурка Юнец получает новые офигенные очки Довольно красивые Возможно это обычай данного вида Выдавать очки прошедшим испытаниям в пещерах за рождение Или может быть Ты имеешь дело с кем-то вроде крутого парня Похоже лусус ребенка помер во время столкновения Малыш вырастет приемышем Прямо как и ты Взрослый мужчина и инопланетянин Похоже решает взять на себя роль его хранителя Вместо того чтобы просто убить малыша Какая любопытная культура Мужик забирает тушу лусуса Похоже этот джентльмен знает Что не стоит пропадать хорошему мясу пони Терози Наблюдать за крутым парнем Ты так много узнаешь о цивилизации юного существа И ее особенностях Кукла-ассистент взрослого Пытается провести стандартный ритуал кормления Милый крутой парень разводит грязь На своем милом слюнявчике из лошадиной кожи Милее быть просто не может Представители этой расы Судя по всему Весьма сведущи в боевых искусствах Даже в раннем детстве Наверняка из них получаются Очень сильные игроки в сграб Неудивительно что они смогли наварить столько денег Но неожиданно ты понимаешь все Солукс Ввести имя Пока что ты не можешь назвать его Неважно насколько невыносимым тебе кажется этот крутой парень Тебе придется подождать его дня выкручивания Когда ему стукнет 6 солнечных вариаций Мистеру яблочно-ягодному взрыву надо отойти Этот крутой парень твой И ты его первая почуяла Друзи Потролить этого офигенного крутого парня Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok